Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. И можешь кидать в меня кучу камней. Ты принца рисуешь высокого роста, чтоб молод, богат был и всех веселей. Мужчина он должен, а дальше по списку за нас написали уже в соцсетях. Букеты из роз с романтичной запиской, айфон, кстати, новый вот, вышел на днях. От них в 25 ждут огромных успехов. Машины, квартиры и где-нибудь дома. И вовсе не важно, какие помехи, своим ли он нажил все это трудом. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. И не плакать нельзя, говорить про печаль. В них много нельзя, чего нам, девушкам, можно. Нет, я в восхищении, мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, что шарят в карманах, смотря телефон. Мужчины прощают так много привычек, а многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин по-серьезному верных, но им почему-то всегда не везло. Влюбляются в глупых, коварных и скверных. А все потому, что таких большинство. Поэтому им не хотелось жениться, пусть дело идет уже к 30. Делами успели уже насладиться, но что-то за гранью никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, а умным еще и труднее в сто крат. Им мало лица, красоты или роста. Они, как и ты, идеальных хотят. Есть притчи о старом-престаром мужчине. Ему 90, а он не женат. Что же вы не нашли изиала перед смертью, спросили. Нашел, но так долго искал. И что же, она отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Искала мужчину высокого роста, чтоб молод, богат был. Ну, в общем, мечта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok